Друзья, всем огромный-огромный привет! С вами Олег Радочин, и в этом видео-тренинге мы с вами, каждый лично для себя, ответим на один, но очень и очень важный вопрос. Зачем мне это? Данный тренинг будет очень полезен лично вам, да в принципе любому человеку, который хочет начать получать результаты в каком-либо деле. Не важно, это бизнес, обучение, в онлайне, в оффлайне, не только в интернете. Это применимо к любой деятельности, к любому бизнесу, к любому обучению и к любой образовательной программе, если вы действительно хотите начать получать настоящие результаты. Я хочу дать вам одно из самых важных заданий. Это мега важное задание, и я не хочу, чтобы вы его проигнорировали или пропустили мимо ушей. Так вот, друзья, самое ключевое, что когда все идет хорошо, то есть силы. А когда что-то идет не так, либо не так хорошо, либо не так, как планировалось, или вообще идет очень плохо, тогда у вас нет сил. Так вот, друзья, я хочу, чтобы у вас всегда были силы действовать и идти к намеченной цели. И для этого я приготовил для вас очень важное домашнее задание. Вам нужно сегодня или завтра. Лучше же, конечно же, сделать это сегодня. Сегодня с ним справиться. Данное задание никому не нужно показывать. Это задание нужно сделать в первую очередь для себя. Его важно проработать, и вы можете его проработать прямо в файле, который я вам сегодня подготовил. Ссылку на этот файл вы найдете под этим видео. Еще раз повторю, это задание нужно проработать в первую очередь для себя. Вы можете проработать это прямо в этом же файле, который будет под этим видео. И вы перейдете по этой ссылке, откроется Google Документ. Вот так он будет выглядеть. И здесь есть стрелочка справа. Если вы ее нажмете, откроется полное меню. И здесь будет файл. Нажмете. И, соответственно, вы можете скачать в нужном вам файл формате. Я рекомендую, конечно же, скачать в этом формате. Он наиболее удобный и наиболее привычный. Скачивайте себе на компьютер и выполняйте задания именно на своем файле, на своем компьютере. Также вы можете создать копию. Нажимаете сюда. Создать копию. Называйте, так как вам удобно. Можете так же оставить. И нажимаете ОК. И файл автоматически сохранится на вашем Google Диске. Итак, продолжим. Вы можете проработать это задание прямо в этом файле, который вы скачали себе на компьютер. Либо сохранили на Google Диске. Либо можете это сделать задание на листе бумаги. В тетрадке, в ежедневнике. Или просто возьмите лист бумаги формата А4. Там, где вам больше всего нравится. Может быть, даже будет лучше пойти в какой-нибудь кафе. Заказать там какой-нибудь вкусный кофе. Или ароматный чай. Взять салфетку. Ручку там у них попросить. И все это написать на салфетке. И все. Потом это сохранить себе в кошелетчик. В общем, делайте так, как вам нравится. Мне, допустим, нравится последний вариант. Потом, конечно же, я это все переношу себе на электронные носители. Так вот, друзья. Что конкретно нужно будет сделать? Перед вами сейчас таблица. Вам ее нужно будет заполнить. Таблица очень простая. И первое, что нужно заполнить, это моя цель на эту программу. Вы здесь отвечаете на эти три вопроса. На самом деле четыре. Вы прописываете. Я хочу получить там то-то, то-то и то-то. Я хочу владеть такими-то навыками. Я хочу получить такие-то, такие-то вот результаты. В общем, описывайте, что конкретно вы хотите получить. Но, пожалуйста, не описывайте результаты, в которые вы на самом деле не верите. Так как на самом деле вы можете как бы значительно завысить свои ожидания в плане результатов. И если мы, допустим, говорим о заработке денег через интернет, то результат по деньгам должен быть прописан в формате, который для вас, для вашего организма, для вашего сознания приемлем и привычен. И пишите, допустим, если вы на данный момент зарабатываете там примерно 500 долларов в месяц, и не пишите там сразу 200 тысяч долларов в месяц. Напишите приемлемые для вас цифры. Там полторы тысячи, две тысячи, там три тысячи. Сделайте небольшую добавку. Пусть это будет небольшая добавка, чем нежели это будет такой мега-взрывной там ростом в 100 тысяч раз. Пусть будет лучше постепенный, но постоянный рост. И это будет, друзья мои, намного приятнее, намного эффективнее. Хорошо? Так вот, вы пишите там какой-то результат через месяц, через три месяца, через год. Вот вы, допустим, сегодня вы начинаете эту программу, приступаете к обучению. И вот через месяц я хочу получить вот такой-то вот результат. Через три месяца я хочу получить такой-то вот результат. То есть напишите, какой через год вы хотите получить результат. Через год он не всегда понятен, и мы не всегда можем четко себе это представить. И я помню, как в одной из книг Тони Робинс, есть одна его книжка, старая, по-моему, «Беспредельная власть», он пишет, что люди склонны преувеличивать результаты через месяц и очень склонны преуменьшать свои результаты через год. Поэтому, друзья, напишите, что именно вы хотите получить и реализовать. То есть нужно написать в такой вот позитивной форме. Я к такому-то числу, нужно вот прописать, к такому-то числу хочу получить такой-то результат, или к такому-то числу сделать то-то и то-то, или к такому-то числу реализовать то-то и то-то. Вот просто напишите в таком формате, в такой позитивной форме, напишите через месяц, через три и через год. И не просто вот так вот пишите через месяц, через год, через три, а напишите дату, в которой вы хотите это сделать. Это очень важно. Очень важно. К такому-то числу, такого-то месяца, вот так просто вот прямо прописывайте конкретные даты. Я просто не знаю, когда именно вы будете этот файл заполнять, поэтому сейчас не называю конкретные цифры, конкретных дат, что нужно писать. Но просто этот момент очень важный. Теперь следующее. Каков ваш план? Что я буду делать для этого? Напишите, что вы собираетесь делать. И когда вы прописываете такие вещи, такие вещи, как план, что вы собираетесь делать, что-то магическое происходит во вселенной, действительно что-то происходит волшебное. Например, вы пишите, я буду следовать всем инструкциям программы, я буду делать то-то и то-то. Напишите для себя. И в этот момент вы как бы принимаете внутреннее решение и выписываете все это на бумагу или вот в этот файл, вот сюда, вот сюда. И следующий вопрос. Как я планирую окупить эту программу во время ее прохождения? Ответьте. Возможно, вы на данный момент сейчас не знаете. Возможно, вы просто заплатили за эту программу, либо если вы мой партнер по бизнесу, вы получили доступ к этой программе, оплатив, не знаю, там, стартовый пакет или выполнив какие-то другие условия. Но просто представьте, просто предположите, как вы можете окупить данную программу. Напишите, исходя из того, что у вас есть сейчас в сознании. Просто представьте. Даже если вы сейчас не понимаете, как, просто представьте, предположите. Сейчас супер важный, скажем так, мега важный вопрос, мега важный пункт, это преграды. Что мне может помешать? Какие могут быть сложности? Что, как я знаю, либо предполагаю, мне может сейчас, и что я знаю на основании того, что когда-либо было со мной в прошлом, в предыдущих программах. Что это может быть? Выписывайте все эти преграды, все эти барьеры, которые могут вас как бы останавливать и не давать достигать намеченных целей. Допустим, я знаю, что меня может что-то выбить по состоянию здоровья. Возможно, я знаю, что меня может выбить, там, не знаю, что-то такое эмоциональное, какое-то событие. Я знаю, что меня может что-то там отвлечь, не знаю, там, на работе что-то. Может быть, мне нужно будет уехать куда-то там в командировку. Напишите все сложности, которые могут быть и которые, как вы знаете, уже с вами происходили ранее и которые не давали вам чего-то достигать, либо продолжать движение какой-то цели и останавливали вас. Вынесите все это из внутреннего мира на лист бумаги, либо в этот документ, в этот файл, вот в эту табличку. Вынесите все это с вашей, как бы, внутренней вселенной, как бы, неосознающей, именно в сознательную часть. Потому что, когда мы понимаем, что нам может мешать, тогда мы сможем ответить на следующий вопрос. И следующий пункт – это у нас помощь. Что мне может помочь продвинуться к цели, когда у меня будут сложности, трудности? Вот вы, допустим, знаете, что вас может подкосить что-то такое эмоциональное, какое-то событие, либо какая-то эмоциональная ситуация. И что вы будете делать? Допустим, это может быть чтение каких-то позитивных книг, общение там с друзьями, там, не знаю, делать зарядку, кушать полезную еду и так далее. Вот нужно все это прописать, как можно именно усилиться в этой области, которая, как вы знаете, может вас подкосить и где вам будет сложно. Не всегда это так просто прописать, но когда вы знаете, когда вы это осознаете, когда вы как бы анализируете все это, намного проще двигаться. Понимаете? Дальше, что я буду делать, когда захочется все бросить? Вот это вот чувство, оно будет появляться постоянно, всегда. Типа все достало, хочу закрыть компьютер и все бросить. Как бы ничего не хочется делать, нафига я этим занялся, такое происходит всегда. И я вам обещаю, такое будет происходить. Как бы я вам лично не помогал, как бы я тут не плясал, все эти внутренние, эмоциональные, психологические вещи, они будут происходить. Будут не потому, что там, не знаю, программа плохая или я что-то сделал не так, а потому, что именно так это происходит. Когда вы продвигаетесь к следующему уровню, к следующему этапу, к следующей способности, к следующему навыку, такое всегда будет происходить. Мы выходим как бы из нашей зоны комфорта и переходим на новый уровень, на котором мы еще никогда ранее не были. Такое происходит, друзья, и чем к более высоким результатам мы приближаемся, тем чаще такие вещи происходят. Это как бы индикатор того, что мы как бы выходим на новый уровень. Как бы происходит ломка в сознании, это трансформация наших способностей, нашего обладания, и как бы через эту ломку все это переходит на новый уровень. Это вот как бы та черта, через которую нужно пройти. И, друзья, я вас предупреждаю заранее, такое есть и такое будет. Это есть в любой программе, которая действительно приносит результаты. И чем более крутые результаты, чем более крутым результатом мы приближаемся, тем сложнее вот эта вот штука будет происходить, но она всегда происходит. Об этом я хочу вас заранее предупредить. И чтобы вам было проще и легче с этим справиться, что или кто поможет мне сдержать обязательства, и в первую очередь обязательства перед самим собой. Поэтому подумайте и пофантазируйте, что это может быть. Может быть это какой-то человек, может быть это какая-то книга, не знаю, там может быть какая-то музыка, может быть фильм, может быть какое-то занятие, возможно это генеральная уборка квартиры, или там мытье посуды. В общем подумайте об этом. И написать, что или кто вам сможет помочь вот именно в таких вот сложных ситуациях. Вот это вот обязательно нужно здесь написать. И следующее ради чего? Почему вы будете двигаться к намеченным целям, к намеченным результатам? Почему для меня это важно и ценно? И почему я не остановлюсь после очередного падения? Падение буду, друзья. Вам просто нужно описать здесь, как можно более подробно и развернуто. Это часть пути, и мы должны понимать, это важно не то, как вы падаете, важно ваше умение быстро подняться и двигаться дальше, к поставленным целям, к намеченным результатам. Обратите внимание, друзья, что после заполнения этого файла, его не нужно никуда отправлять, просто положите его там в стол, на видное место. Если это файл, разместите его на рабочем столе, на видном месте, чтобы вы всегда могли к нему обращаться. Сделайте так, чтобы это было ваше личное, и вам не обязательно его кому-то другому показывать, пусть это будет именно для вас. Пожалуйста, друзья, сделайте обязательно это домашнее задание. Это самое-самое важное домашнее задание. Заполните эту таблицу, оставьте этот файл у себя, не относитесь к этому заданию как к чему-то второстепенному. Я вас очень прошу, вы будете удивлены тем результатом, которые вы получите, я вам гарантирую. Если вы этого не сделаете, то вы не сможете как бы выйти на новый уровень, перейти к новой способности, преодолеть эту трансформацию максимально быстро. И я на самом деле искренне желаю вам добра и больших результатов. На этом все, увидимся в следующих видео уроках. Пока.